Гляньте, что эти сивачи творят. Обеды нажрутся, бля, хамуха. И не дают даже разворотный по-нормальному отбить. Нет, надо, блядь, залезть, а. Ничего тут не получилось. У меня по болотам это все муддистика. Я вот еду и то, видите, с краю, гляньте. Здесь, ребят, дискатор, погрузка происходит, семян мешками бех-бех. А ты себе челленджер не хочешь? Нет. Гусеничный? Тем более. А как говорят, хороший тракт. С утра пораньше уже, бля, работа идёт у людей. Биллер, с пассивным агрегатом, наподобие хороша нашего. Блин, ну такой, ну не помню. Ну я вас всех приветствую, утро 4 сентября. Едем на работу. Время без пятнадцати. Семь утра. Ну приеду я где-нибудь минут в двадцать восьмого. Ну в принципе не опоздаю. Пока там Лёха с Михайловичем фильтра продуют свои. Я свой фильтр вчера не брал, продуваться не планировал. Отработал неполноценный день. Так что полтора дня, не срок для лжендеровского фильтра. А уже там сегодня поработаем, завтра возьмём продувать. Разумеется. Вроде бы разговор был у агронома, что сегодня пришлёт мне Васю на классе, в помощь с культиватором. Ну потому что уже к обеду меня прижмут к стенке севцы. Вот вчера Лёха сделал под 70 гектар, почти 70, Михал сделал под 90 практически тоже. Ну и я вчера, правда, хоть и не полноценный работник не работал, но 63 гектара я вчера махнул. Я говорю, на 12 передачу вчера, блин, 14,5 км в час, где-то средняя скорость, нормально, так. На бригаде? Дэдэх, чё, всё, пиздец, ожеребился уже нах, не выдержал культивацию? У-у-у, беда-печаль, у-у-у, беда-печаль. Что тут случилось? Чё-то, всё, всё тут. А, помпи пизда, походу. Походу, где? А, сонная тетеря. Хи-хи-хи-хи-хи. все спите и спите блять подымайся в сельское хозяйство ебать его рот на вот до сих пор от подушки отпечаток нахуй тебя подняли подожди он еще спит я поднять подняли разбудить нихуя а что вчера пыльно было да мы у него но ты же вот коза и теток это оказали если не выгоним тебя на афу раньше да вот так вот я сам придумал челленджер обслуживать челленджер обслуживать ты хочешь челленджер не хочешь нет гусеничный а горт хороший страх так у него бы я резиновые гусеницы у него резиновые гусеницы ты чё блять дт-75 спутал что ли план своим пиздить там гектар наделать нах блять чё блили блять лёх он сперва на моем трактор тренируется а потом у вас получается уже ну прикрывайся дорогой мы ух ребятка какие у нас тут погодные условия суровые стали резко как осень наступил холод блять мрак сердце потихоньку покатили трактора прогрели постояли для себе тоже поехал а я а я бля пока стою потому что я вчера термоса был здесь и у меня перенюк горячего чая но у меня есть сахар здесь нз пакетики из дома 3 взял чайных горелка есть вода есть сейчас я быстренько себе две кружки скипячу вот уже одна закипает и поедем принципе все быстро сахар здесь что достаточно это все выходные в gear екатике у меня есть сахар здесь сахар здесь и я покажу буду говорить о царе что есть что омель и мы будем говорить о том мобильном проекте омель и пакетике то, что я приятном и выключаю и это Горелка пускай остывает пока с кружкой, а мы поедем до поля. Короче, пыль по пункту направления еду, такая пыль столбом херачит и на севцов все от меня, просто по дороге, по грунтовке, но я решил их объехать, разложившись по соседнему полю. Леха все затарился, погнал. Затарился, как раз я подъехал, пока я раскладывался, он загрузился семенами. Погрузка происходит, семян мешками бих-бих. Зашел на свою загонку, включая 12 передачу, понимаю, что не тянет трактор на 12 передач, обороты падают до 1950, за 2000 аж, прям тяжело, все, нагрузку. Походу, крыло одно забилось там, ну вот тяну до края, придется сейчас чисто устанавливаться, вон то крыло. Пыль вся туда, я ни хрена не вижу. Сейчас чистить придется. Здесь надо тоже себе развороты делать, по идее. Здесь тоже ужасно разворачиваться, ужасно работать на краю. Ну пиздец, глянь, забил как. Заколошматила, так заколошматила. Ну вот сейчас почищу. Ладно, ребят, двумя руками надо. Вон он приехал, Вась. Класс прибыл. Я как раз почистил, прошелся до первого высоковольтного столба. И всё. На загонку, вот он появился. Смотрите, я иду между своими культивированными полосами. И рядом идет Вася. Вася прямо идет по моему культивированному следу. Вася не отличает, где культивация, а где нет. Вася увидел, что я зашел. Думал, что я чулаком, а я не чулаком хожу. Это так он по моему следу, в принципе, себе диагональ отбил. Остановился, почистил. Цепочка мощная, блин. Кладки прицепилась. Скинул. Ну, а он чуть подальше отрезал загонку. Так и будем ходить. Он в стороне, и я в стороне. Да ебать, урод, опять что-то забито, а? Да ебать, урод. Да, ветер сильный, все, наверное, тучку-то нам нагонит. Там по прогнозу стоят дожди. Ну, дождь нужен, конечно, все сушь, блядь, пиздец. Дождь нужен, как ни крути. Он капает уже, метки. Так, ну, культиватор сам очистился, это радует. Вот, бля, я аж метки бросал, ехал тоже, блядь. И, вон, вторая лапка не работает с лидерыхлителя. Болт верхний на амортизатор срезал. Вот, такая хуйня. Ну, я честно не пойду его делать. Пошел он в жопу, это одна лапка с лидерыхлителя. Я столько времени потеряю. Надо хотя бы задел сделать в обед. Можно будет выйти, поставить полки туда. Пока мы с вас вдвоем, мы сейчас хотя бы оторвемся. Субтитры сделал DimaTorzok Новый участок у меня, уже дальше классовской загонки. Блин, тут соломистый начался, капец. Уже Баднар тут страдать начинает. И я вместе с ним тоже, потому что не всегда на краю, там, на ровном участке приподняв, все это выскакивает. Приходится выходить, монтировку их, блин, все вычищать. По факту от поля-то остается, нет, ни хрена-то, блин. Тут уже не так много мы с вас сейчас вдвоем-то догрызем его. Но, блин, вот это забивание мне доставляет неудобства. А еще прикол заключается в том, что мы с Васей договорились, чтобы я края отбивал, у меня катки и все прочее, чтобы все эти края были нормально подготовлены, разбиты каблы. У Васи Кунг-Краус на краях поднимать надо, и он там кучу, блядь, соломы оставляет, а я потом, блядь, просто их начинаю загребать, у меня они не проскакивают и забивают культиватор. Тоже такая себе проблемка. Ну, конечно, все не так уж красиво, как должно быть. Тоже так уж красиво, так уж красиво, так уж красиво. Тоже так уж красиво, так уж красиво. Тоже так уж красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Набор, наверное, с собой возьмём. Живнули. Макарошку с мясом скушали. Все пока работают. Все ждут колхозный обед. А у меня по времени. Первый час, когда я наступил, можно отобедать. Они будут обедать, буду уже я работать. Сейчас у нас мелкий ремонт. Надо всё-таки сделать следы рыхлителей, потому что с ними очень удобно. Мне очень нравится следы рыхлителей. Они большую кучу травы собирают и не дают её пропустить туда и забить культиватор целиком. То есть я не мог две стрелки тащить перед собой такую большую кучу. И когда мне надо, вот, допустим, соломистый участок прошёл, я её, хоп, на подъёмчик. Он приподнял, скинул, и всё круто. В этом плане мне очень нравится. Я не помню, насколько на 27 было, не на 30. На 30 надо ослабевать пружину, чтобы болт ставить. Болт я в запас взял на 12. Ну и с той стороны, такая же пестия, тоже вторая. Сейчас пойду, сделаю и поедем работать. Край отобьём со всех сторон. И может продолжать загонку дальше, лупить. Гляньте, что эти сивачи творят. Обеды нажрутся, бля, хамаха. И не дают даже разворотный по-нормальному отбить. Нет, надо, бля, залезть, а. Ой, коммуняки, ой, коммуняки. Теперь макаронов с мясом объелся, бля, хмуха. Гляньте, на подработки ещё есть. Вот, друзья, край поля. Я уже переехал. Начал идти от края к Лаасу. К Лаасу, прям уже рядышком, буквально. Остаётся. Пару кругов нам сделать. Ну, пара кругов, и ещё разворотные. Но это уже моя работа. Дальше пока неизвестно куда. Всё, не интересовался, не узнавал. Время. Десять минут третьего. Неплохо мы вдвоём бахнули. Ну, радует то, что до обеда там забивался культиватор, потом вроде бы нормально всё стало. Прошёл двух часах, где вот была какая-то засорённость такая обильная. Потом стало ровно, в принципе. Даже если были какие-то моментики, я на краю поля останавливался, просто приподнимал, стоя. Смотришь, вывалилась. Поехал. Дальше. Так что, хорошо всё. В общем, на соседнее поле нам вместе с Васей ехать. На четвёртое. А Кервиц сегодня ТО делает, поэтому его и нету. А ТО у него делает дилеры. Он до сих пор ещё на гарантии. Два года обслуживания у него. Старожила Гроснап приезжает, обслуживает его. Так что, пока сделают. Сейчас он только с обеда приедет работать топ-дауном. По этим клочкам. По подсеву. К уборному. Ну, пока я разворот сделаю, Вася там начнёт. Сейчас вот дождик кончится мелкий. Там всё просвет. Тогда мы к нему подтянемся. У него срисуем направление. И будем работать по ячменному полю. Подсев. Ячменя. И у меня ультилакер весь битком, блядь. Нихуя он здесь не идёт. Здесь солома пиздец, сколько посвежаку. Просто, блядь, битком. Хуя знает, не могу понять, чё, блядь. Опять тут диагональ, блядь, где-то в Васе. Тут заехал, никак не пойму, блядь. Диагонали вообще нет никакой. Там уж Кировец елозит, полозит. Немножко Кировца запечатлён. Мда уж. И куда мне подаваться, блядь. Бывает, если у Серёжки-то поеду я с края, начну оттуда, да, действительно. Короче, вот это поле, оно поворачивает немножко в сторону. Вот как раз там в сторону мы повернём, там будет у нас место, где походить. Диагональ, блядь. Класс, шустрее меня идёт. Я на 12 передач, где-то 14,5, как я говорю, он там 15,2. Но он меня делает, делает, потихоньку делает. У него где-нибудь такая, знаете, что-нибудь в районе 15,5-16, наверное, километров в час. Я, собственно говоря, вышел на длинный гон, и там уже жопа начинается. Я там в целом больше не могу. Ну, незапланированный перекур. Подставил ему так специально лоб и немножко боковины. Не знаю, что лучше отмоется. Но большую часть удобрять, он там вон идёт. Мимо. Мимо нас. Но на наши поля всё равно. Гляньте, какая красота. Двойна радуга. Вторую уже плохо видно, но прям замкнутая радуга. Круто. От одного края до другого. Я приехал на след, где класс ходит, чтобы отсюда стартовать. Делать загонку. Кириц приехал на последний участок. Короче, мытарился, мытарился. Попробовал ещё раз загонку отрезать по серёдке. Дошёл до этого участка, где 30 гитар подсил было. И, блядь, прям буквально через 50 метров. И ком, блядь. Лёня стоит. Да, Лёнь. По снятым езжу. По снятым езжу. Не идёт, Лёнь, блядь, по свежей топ-даун. Топ-даунской обработки. Да битком прям буквально. Там сыро пиздец оказывается. Ну, тоже, вот так как-то. Чего-нибудь. Никак я ничего. Вот там калачки пособирал, там с угла начал, вот где 5-е там. Как он у тебя заедет? Кириц, он не будет везти. Ну, вот он поедет. Поеду на бригаду завтра с дискатором поработаю. А в понедельник вроде с агрономом. И так, кумекали, кумекали, куда мне как и чё. Может быть, это как раз в понедельник на рож туда поеду с культиватором. Не, а тут раз с дискатором 5-е доделал. Я же 5-е не доделал. Сумеоновская, с дискатором. Ну, блядь, да. Разнообразие, да-да. А то я долго хожу с культиватором. Ну, да. Хотя бы динамик разнообразие с дискатором, потом опять с культиватором. Ту, блядь, пиздец. А я, куда их, блядь, потихали его. Да я мыкался, мыкался, я ей разворотный там отбил. И уж не знаю, как, блядь, чё, и не получилось ничего, видишь. Погадай. У нас сегодня дождь идёт, друзья, из любой тучки, блядь. Блядь, любая тучка какая-нибудь зайдёт, из неё дождь херачит обязательно. Вот это вот у нас сбоку прошло. Время уже без 10,7. Фу, пока доберёмся. Я не знаю, я успею перецепиться. Тем более, там всё в пыли, блядь, поединат продуть жопу всю, блядь. Где экстратор помыть бы нам? Ну, когда намыть, как говорится. Ну, ладенько. Никто трактора не моет. Все в работе. Всё, навигацию выключу. Угонь. Не густ сегодня, 67 гектар получилось. Но я много занимался отбиванием разворотных полос. И там мыкался по-короткому угону. Так что... Какая работа была, такая выработка. Ничего тут не поделать. Ну, всё, ребятки. Увидимся с вами ещё. Спасибо. Продолжение следует... у меня уже друзья перецепление агрегатов как-то вообще не будоражит я уже так свыкся с этим процессом но вот это перецепление но она уже безвыходная как поля то есть но они надо раздисковывать разрабатывать там делают граб собирают инженера но 7 норвы от выбирайте дожди за карьеру и так были думали думали агроном муж может зацепить дискатор складной поедешь туда я буду меня свой есть но с моим по трассе ехать такой себе удовольствие вот мы с ним вроде обусловились то что я может быть завтра добью 5 симеоновская своим дискатором повторную дисковку в понедельник зацеплю опять культиватор поеду уже в лесу ноута за троицу где рожь убирали там начну по пахоте работать там всех планируется начинать ржи так что я думаю вас должен успеть там одеться скультивировать и блин заделки есть принципе нормальный на этом поле я сейчас был посмотрим ладно гадать не будем до бригада стал чуть-чуть сейчас ехать ребят наверно сейчас отцеплюсь и на этом все завтра продувка фильтров заправка вешаем уголок берем центральный винт и и не в поле у нас есть кадр в поле живет все вот такой план блин кто-то скутер поставил свой мешает тут монитор слипит зараза монитор слипитoyu Продолжение следует... Продолжение следует... Правда, сегодня с утра агроном был в замешательстве, был на бригаде, говорит, подожди, подожди, сейчас я еще подумаю, как лучше, но потом, благо, он надумал все так, как мы и планировали. Было бы странно, если бы он мне опять сказал, цепляет культиватор бы, я бы, наверное, ругался бы, потому что вчера в сумерках уже его оцеплял, бегом-бегом. Повторная дисковка, ребят, продолжаем, 5-е Семеновское поле, 100 гектар, где-то еще примерно гектар тут 40, может быть, чуть поменьше. Ну, по нашим меркам сеют не так уж много, две с небольшим плюсиком тысяч гектар азимов, из которых 300 азимов и рож, а остальное все азимов и пшеницы. Ну, что-то в районе 2100, вот так, два агрегата сеют, ну, в принципе, они неплохо сеют, в день сеют по 150 гектар, где-то примерно. Козлит, 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 джундир, ток 8-я передача, 8,8,5 км в час, в участок, где поперек был первый проход БДТ-5. Увы, но не получается здесь быстрее разогнаться, перейду сейчас на свою дисковку, там уже можно будет вжечь до 13-12,5 км в час. Но пока тут, увы, придется поползать. Потери здесь уже так полотничком проросли от Рапса. Вот здесь, конечно, болото распаханное, раздискованное, но я хер знаю, у меня дискатор здесь не пойдет. Над всю глубину он просто тут же загребет. По настройкам все то же самое у меня осталось. Уголок висит где-то в горизонтальной примерно плоскости на 25% подъема. Секцию я оставил третью, как основное, что у меня на культивации надо было третьей. Сейчас на вторую переставляй. Это переводи закраску, переводи счетчик. Неохота было. Восторг. 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 Продолжение следует... 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 Выходил на улицу, посмотрел катки, по ходу маленького крайнего, по ходу движения левого катка подшипник потухает, значит уже потух, там что-то не очень, катки никто не готовил, их как в том году бросили поход в кучу, так они там и валялись, так что, что там удивляться, собственно говоря. Если я знал, что будут катки, то я катки бы готовил, а так я их не готовил, итого вышло почти что, ну не почти что, будем считать, что 44 гектара, может быть 45, округлим в меньшую сторону. Вот и всё, добил разворот, а там и время уже половина седьмого, так что рыпаться особо некуда, на бригаду надо ехать. На этом и закончим, до следующей серии, до следующего дня, попараться.